Я в Бога верю, я его обожаю, я его благословлю. Я не пойму, вы кто, мужчина или женщина? В смысле? Нормально, да? Ну как нормально? Мужчина или женщина, ты не поймешь. Бритый, голос тут так. Это что за это, скорбеж? Вообще-то женщина, по голосу вообще не слышно. Ну, откуда знаешь, женщины, они прокуренные, хрипят прямо. Тут раздетые половина валяются, не познаешь, какое чудо. Процентов 85 мусульмане, поговорить даже не с кем. Одно блудодейство идет, Содом и Гоморру устроили тут. И все обратно? Возле докурил. Так, и какие же у вас вопросы, пожалуйста? Опять ушли вниз. Да все, уже наверх ушла. Ушла. Вообще-то девушка. А по голосу, как будто бы непонятно. Непонятно. Вы мне прям... Ну, потому что это же техника. Оскорбили. Ну, как же я мог вас оскорбить-то? У вас косы нету. Вверху подстрижены, как у мальчишки. Как мужчины. Мужчины бритые. А у мальчишки только так подстрижены? Ну, конечно. Если моя сестра была бы, она коса у нее там ниже пояса. Все в платках. Ну, коса-то не пометите. У нас женщины все в платках. В платках, потому что... Вы мне будете оскорблять или что? Я сейчас вам рассказываю, вы спрашиваете, я отвечаю. Я про Бога, блядь, интересуюсь. Потому что я в него верю. А во что верите? В кого? В смысле, во что? Только не ругайтесь. Я потому что меня бесит от этого. Спрошу, у вас такая книга в доме есть? Бать, я книжки не читаю. Что, вы не читаете книги? А почему? Глаза болят? Да почему я в интернете просто сижу? Все можно в интернете найти. Вас плохо слышно. Бать, я говорю, все можно в интернете найти. В интернете найти не все можно. Можно найти. Но вам надо запомнить. Вот Библия есть в интернете. Если вы зарядите его. На моей начитке я насчитал. И она в интернете. Аудио, Библия. А? А зачем? А зачем? Ну, чтобы знать. Волю Божию. Волю Божию. Любовь его. Что он умер за нас, Христос. И освободил от греха. Чтобы мы покаялись и жили по Божьему. А я вроде не грешный. Ну, это только... Ну, бывает, маленько дрочу, но это ничего такого. Или это грех дрочить. У вас не о чем больше и говорить, да? Не стыдно, ничего? Да нет, вроде. Ну, вот это означает, что совесть сожжена. Сейчас материться начнете. Не, не, я материться не буду. Да у меня сегодня сколько было, и все заматерились. Сейчас разговаривать. О, я нечаянно, нечаянно кроет. Это означает язык, лопата, выбрасывает излишки. Скверну всякую. Ну, извините, пожалуйста. Вы в церковь-то ходите? Я, ну, ходил в детстве. А сейчас все? Не ходил, меня водили. Как можно так? Знать, что Бог сотворил все Его, и небо, и звезды, и земля, и наш организм, и Бога не славит. Сел за стол, почамкал и пошел. Мы же молимся. Отче наш сущий на небесах. Хлеб наш насущий, дай нам на сей день. Это Божье все. У нашего ничего нету здесь. Мы сами Божьи. Вы Бога хоть раз видели? Бога нельзя видеть. Писание говорит. Бог наполняет... Нет, Его нет. Ну, какой же ваш уровень-то развития? Бога я не видел. Ну, какой мой уровень? Ну, как ты же увидишь Бога-то, когда Бог... Бог наполняет собой все галактики, миллиарды галактик. Как ты его увидишь-то? Он дух. Это не дедушка на облаках. Его нет. Чего нету-то? Грешит. Я живу в реальном мире. В реальном мире. Его Слово Божье вот так. Его творение. Вот я, допустим, вам покажу маленький телефон. Но вы знаете, что это не ветер нанес грязь. А кто же сотворил слона и комара? Кто сотворил павлина и воробья? Все разное. Тысячи, тысячи. И знает, как плодиться, как прятаться от врагов, как размножаться. И кто это все сделал? А доказательство это Библия? Вы сами там... Когда бывает, как Монтейн говорил, философ, отрицать Бога у гроба близкого человека и под звездным небом. Может, только преступник или явный идиот? Знаешь, я идиот. Ну, а зачем же вам себя так унижать-то? Ну, я не верю в Бога, значит, я идиот. Не верю. В Писании в Библии сказано, сказал безумие, в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Псалом 13. Причина-то одна, что я всяко творю, блужу, рухоблудием занимаюсь. Но чтоб только никто не наказывал Бога, нет. Ну, и кончится-то сказка-то. Умрешь, дальше-то суд Божий. Что дальше делать-то? Дальше огонь вечно с сатаной. Я что-то затрудняюсь ответить. Да ничего ты не отвечу, что ты ответишь. Совесть-то есть. А совесть подсказывает, не может быть одинаково. Человек живет, он же умрет. Вы же не отрицаете этого. Все умирают. Ну, а дальше-то что? Или что? Все, книга закрыта, лопух на могиле, ничего не будет. Помни последний день жизни твоей. Писание говорит, ты вовек не согрешишь. Памятование о смерти делает человека чище, осторожнее. Внимательнее к своей жизни. У вас дома Библия-то есть? Нет. Нету, да? Ну, вот тогда ничего и не... Если нету, нечего и считать. Телевизор вам ума не прибавит. Совесть не пробудет. Ну, как же так? Вылетает из меня. Я к вам пришел, принес радостную весть. Слушаю вас. Господь оставил свое послание через пороков и апостолов. А здесь, в рулетке, это Содом и Гоморр, блудилище великое. Бог это... А что ты тут делаешь тогда? Я уже делаю. На ваших глазах делаю. Говорю о Слове Божьем, чтобы не делали этого. Как и делают. Отец, тебя здесь никто слушать не будет. Поверь мне. Сколько людей я уже нашел, которые теперь в скайпе вышли, на мои ресурсы вышли. Не все тут с ума сошли, раздетые валяются. Ждут, когда блудница придет какая. Ну, нигде этого нет в интернете, только в одной чат-рулетке. Они знают, кто ее создал. Мальчишка, 15-летний, двоечник, Андрей Терновский. Как хлынуло, вся нечисть сюда собралась. Ругаются, пьют, едят непрерывно, блудят. Разве Господь мимо пройдет? Он выжжет это все. Да я не спорю. Ну, а как же так? Рано или поздно перед Богом. Мы же на суд Божий предстанем, что скажем? Иисус Христос умер за нас, а мы его не приняли. Ну, знаешь, что, отец, на том свете мы все ответим по заслугам. Я в этом не спорю. А в этом свете без Бога-то ничего нету, друг друга пожирают. Я не спорю, я не спорю, здесь ты прав. Никакой верности нету. Разводов у нас в Российской Федерации 86,5% уже. Да. А Надежда Крупская говорила, при 17% разводов национальная катастрофа. А у нас уже? А у нас уже за время перестройки только 120 миллионов абортов сделано. Но... Исчезающая страна полностью. Где-то до 30-го года прогнозируют, русский народ уменьшится на одну треть. А американцев больше на одну треть будет. Уже в два раза больше нас. Ну, это от людей зависит, видишь как. От людей зависит. От веры. У мусульман в семье в среднем 8 целых... Я считаю по-другому. Ты говоришь, что все зависит. Сейчас, послушай. У мусульман в среднем... Я не договорил еще. Ты говоришь, что все зависит от веры. А я считаю иначе. То, что вера у каждого человека, она своя. Каждый мир... Каждого своя. Все бы так. Все, что мы делаем, это всеосущность человека. Ну, хорошо. Вера своя. Как объединить-то? Вы посмотрите на мусульман. Какие они дружные? 1300 лет. 2 миллиарда. И какие они дружные? Объединяет какая-то идея. И они... Все дружные. Не все дружные, отец. Ладно. Вам ничего не надо уже. До свидания. Я тебе просто сказал, как есть. Вера у каждого своя. Ну, вы ничего не говорите, что вам даже не дрогнули даже. Вот и все. Без бороды, раздетые. Ну, что сказать? Уже сказал, что это блудилище Содома и Гоморру. Бог будет выживать. Выжигать огнем. Если люди не покаются перед Богом. Всех блудников собрали сюда. Прелюбодеев. Наркоманов. Мне просто скучно. Я вот зашел в день пообщаться. Почему сразу? А тут общаться не с кем. Мужики голые сидят, ждут. На вахте ждут. Компадаются нормальные парни, с кем можно поговорить. Да тут нет нормальных... Компадаются как ядр набойщики. Нормальных человек тут долго не будет сидеть. А мне делать нечего. Мне ехать далеко, я сижу. Ну, ладно. У вас вопрос есть духовный о душе, о вечности? Нет у меня вопросов. Вопросов. Ни одного нету. А человек умирает, потом куда идет? Никуда не идет. В земле он лежит. И все, значит, бандит, маньяк, и который жил, жизнь для других отдал. Одинаково там будет, да? Вообще никак не будет. Все. Нет никого. Нет никого. Укнул вечным снова и все. Ты сейчас заругайтесь еще. Почему? Не надо. Дело в том, что мы видим на земле несправедливость, Иоанн Затаус говорит. Значит, она будет в другом месте. За гробом Бог воздаст каждому по делам его. Дед, ну а ты откуда знаешь? Откуда знаем? Так сколько людей-то воскресло, которые были в клинической смерти? Я с такими встречался. У меня друг был в клинической смерти. Вообще никаких, ничего не снилось. Нигде он не был. А тут и не снилось. Вот представьте себе, сейчас фильм составили. Делают операцию на первом этаже, а в больнице семь этажей. И там одна корреспондент буквы большие выкладывает. И когда человек умер, и он говорит, я поднялся кверху, говорит, не знаю, что там написано. А что написано? Утки не гордитесь, скоро вас будут стрелять. Никто не знает, ни врачи, никто. И ее там рядом не было. Как он мог узнать, когда лежит на операционном столе? Уронил это все, дед. А вы посмотрите, фильм называется «Избежавший из ада». Слово мы узнаем, что Иисус Христос умер за наши грехи. Чтобы молились, благодарили Бога. Это самая радостная весть. Что смерти нет. Есть только переход с одного состояния в другое. И там никогда не кончающаяся жизнь. О чем в церкви все время говорится. Иисус распростер руки на кресте. Пролил кровь за каждого. А люди не верят. Не верят. Сатана прерстил их. И вот прячется тут блуд такой идет, безобразие. Мы для этого сюда пришли, чтобы рассказать о любви Божией. Великой и дивной радости. Нескончаемой. Чтобы люди жили, исполняя заповеди Божьи. Все люди братья друг другу, если они верят. Господь близок, воззови ко мне, говорит, я услышу тебя и помогу тебе. А человек сам по себе одинок и слаб. Он только думает, что что-то может сделать. Он не сделает. Простые вроде дела, вы знаете. А это главное дело любви. К Богу и ближнему. А если Библии в доме нет, приобретите ее. Сходите на исповедь. К священнику. И она жизнь пойдет другая. Сегодня разводов 86,5%. Это безумие. За перестройку в России только 120 миллионов убили младенцев. 120 миллионов. Это государство внутри утробы матери. Как это так? А потому что Бога нет. Для них нет Бога. А Бог есть. И надо молиться, славить Бога. Семикратно в день. Прославляя его. Вот вы, если больше желаете узнать, вы выйдете на меня по скайпу. Знаете скайп? Скайп. Игнатий Лапкин. Это я. И вы меня найдете. И я вам большие материалы скину тогда. У нас сайт. Ютуб есть. Игнатий Лапкин. А Ютуб называется «Во свете Библии канал». Как мы строим православную деревню. Как идут занятия с детьми. Я начальник детского лагеря был уже 45 лет. И все это мы выставляем. Миссионерская поездка по всему миру. А тут что ты найдешь? Тут ничего нет. Рулетка – это самое гнойное, самое заразное место. Ладно, я поняла. Вот если будет желание, вот зайдите по скайпу. По скайпу. Там удобно внизу скидывать большие материалы. Я все ресурсы покажу. Наш сайт, форум, мейл.ру, мой мир. Слава Иисусу Христу. Вопросов нет? Нет, спасибо. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok